На данный момент рынки уже находятся в состоянии экспансии и накапливают нереалистичные предположения. Итак, Патрисио, в начале этого года темпы роста экономики США уменьшились, и это замедление роста признал даже Федеральный резерв. Поговорим о последнем отчёте о рынке труда США. О чём он говорит нам? Данные о рынке труда США всегда оказывают значительное влияние на рынки. А реакция на последний отчёт была особенно сильной, так как такое небольшое количество новых рабочих мест стало сюрпризом для всех. Но, как правило, эти данные предоставляют и большое количество противоречивых сигналов. Мы предпочитаем смотреть на общую картину занятости в экономике. Нужно обращать внимание на статистику, которая скрыта в этом отчёте. Она предоставляет наиболее точное представление о рынке труда, так как включает данные о всех временных работниках и так далее. И эти данные говорят нам о том, что экономика США уже близка к полной занятости. Рынок труда очень плотный, а это означает, что вскоре уровень заработных плат должен начать расти. А это невыгодно корпорациям. Это положительный момент для потребителей, но не для корпораций. На рынке труда очень высокий спрос на рабочую силу, но он не растёт. Экономика США близка к полной занятости, и, скорее всего, она уже перешагнула через вершину цикла. Темпы роста экономики замедляются, это правда, но в то же время расходы для компаний растут. Вы согласны с тем, что в США произойдёт восстановление прибыльности? И если да, то что для этого потребуется? Я думаю, что это нереально. Большинство аналитиков рассчитывают на 20-процентное восстановление прибыльности на одну акцию в течение следующих 9 месяцев. Но, на мой взгляд, это нереалистичные цифры, так как показатель роста экономики составит максимум 4%. Это означает, что номинальный показатель роста продаж составит тоже около 4%. Границы прибыльности сейчас находятся под давлением. Как я уже говорил ранее, стоимость труда растёт. При этом мировая экономика растёт не быстрее, чем экономика США. Потому просто нет реальной возможности достичь такой цифры. На данный момент рынки уже находятся в состоянии экспансии и накапливают нереалистичные предположения. Поговорим о Китае. В начале этого года был зафиксирован ужерцающий спад на рынках Китая в размере 8,5%. Можно ли сказать, что Китай снова стал поводом для беспокойства? Никто не обращает внимания на Китай на данный момент. Все сконцентрированы на референдуме в Британии. А через несколько недель, когда референдум уже пройдёт, нужно будет обращать внимание и на остальные страны. Проблема в том, что Китай уже на протяжении какого-то времени страдает от низких показателей роста. Они пытались оживить экономику за счёт старых трюков. Что такое старые трюки? Это увеличение расходов в сфере инфраструктуры, а это не очень продуктивно. И это увеличение расходов финансируется за счёт роста долгов. То есть, по сути, долги Китая растут. При этом экономика не становится более продуктивной. В какой-то момент это снова станет поводом для беспокойства. Очень хорошо, что вы показали этот график. Вы говорили о панике на рынках Китая. На самом деле их было две – летом и в январе. В то время Китай позволил своей валюте понижаться. На этом графике это представлено в виде восходящего движения, так как это соотношение юаня к доллару. После паники в январе они попытались стабилизировать курс валюты. Это видно в правой части графика. Тогда все вздохнули с облегчением – и люди, и инвесторы. На данный момент мы снова вернулись к максимальным отметкам доллара и минимальным отметкам рын Мимби. Если курс пары превысит эти уровни, снова появятся беспокойства на рынке по поводу будущего Китая. Вероятно, они не проявятся до референдума в Британии. Но после референдума у международных рынков, скорее всего, станет на один повод для беспокойства больше. Патрисио, спасибо, что пришли к нам в студию и поделились с нами ваше мнение по этому поводу. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ. Всего доброго.